желаю сегодня такой интересный мотор моторчик магнитный это мотор имеет если его подключить правильно имеет кпд сейчас скажу 7.3 у него расход только вот сейчас посмотрите вот его включил 7 6 7.5 7.4 7.5 7.4 7.4 8.5 а сейчас включаем его 0.1 так включаем это реле то есть потребляет 6 раз меньше как видите что мы видим то же самое потребление 12 то есть на поле однако тут проходит по счетчику смотрит 7.4 а в 6 раз меньше как видите счетчик почти стоит 7.4 разделить на 6 неправильно 7.4 разделить на 6 то есть мы видим моторчик 7.4 деленное на 1 7.4 23 кпд здесь равно по нужно 100 кпд равно 601 процент потому что это так же как у меня вот с этим было здесь минус чем здесь надо еще возбуждать катушку одну а здесь магнит внутри то есть надо сейчас все вот моторы побольше такие магниты покупать и тогда можно уже в промышленном то есть извлекать энергию в промышленном масштабе с кпд 601 процент ну вот тут видно что сейчас покажу сейчас я вам на лампе покажу то есть лампочка потребляет только одну энергию видно что лампочка то мигает а этот сюда же включен он все движутся хотя энергии дается 6 раз меньше его а параметры не теряет то есть тут сразу видно ну и вы скажете это на холостом ходу рептилоиды скажут он значит дай ему нагрузку сейчас без проблем на холостом ходу это фигня вот даем нагрузку отверточкой смотрите вот она теряет он видите напряжение не падает то есть вот сейчас заглох сильно перегрузил его а может спалил вот опять завелся видите то есть нагрузку перегрузил то есть нагрузку надо выбирать соответственно мотору а вот с такой нагрузкой нормально мотор на 7 ватт то есть нагрузка должна быть не больше 7 ватт когда я надавил 20 он встал встал но потом опять пошел то есть вот такой вот такие моторы применять вот это маленький да тут магнит внутри постоянный магнит вот такие большие надо покупать я вот делал но это фигня у меня сейчас жду магнита вот видите показывал один магнит надо везде магнит сейчас жду магнит из китая уже в месяц и полтора жду чтобы обклеить его весь магнитами тогда он может так же будет но будет выдавать мощность во сколько раз это где-то на 300 а это на 7 раз 30 больше а если не выйдет то придется покупать в китае заказывать магнитный но мощного такой то есть на магнитный магнитный и большие обороты видите она большой обороты тысяч у него 15 оборотов так все нормально так же у меня то ну то не запускаю доделают вот сюда положил все батарейки вот 14 штук здесь видите как первых вентиляция от компьютера вентиляция нормально проникает то есть не загорится ничего будет охлаждаться если загорится тут железо ничего не произойдет то есть надо еще такой ящик сделать там можно ту ступу допустить там мощный мощный мотор то же самое такое но без магнитов подмагничивать надо и мощный то есть в чему это ролик что надо применять для БГТ вот такие двигатели двигатели с очень большими оборотами как можно больше так и с постоянными магнитами для того чтобы вам не тратить энергию на возбуждение катушки потому что энергия по разному бывает но у меня как вы смотрели по 16 ватт а бывает и больше из 3 нужно отрегулировать то есть все равно это отминусовывает тогда большой вариант может это не так не отминусовывает сильно она маленькая мощь сейчас минусовывает то есть потребление 1 и 2 у него а выдает на 7 то есть КПД я даже неправильно почитал вру я сейчас я вам КПД правильно почитаю вот смотрите зарисуем сейчас то есть выключим это все выключаем и зарисуем чтоб понятно было то есть КПД тут бывает намного больше я тут ошибся по расчетам потому что рептилоиды голову замудрили там значит под нагрузкой то есть нагрузку надо видите нагрузку я тоже когда дал больше он встал когда дал как надо то есть если у него 7 вот 7 то нагрузку и давайте на 7 а если дадите больше он встанет рептилоиды скажут что увидите не работает никуда а он работает просто а нагрузку убирать правильно подсчитывать все а сейчас посмотрим какое же у него КПД значит вот его обрисовываем зарисовываем мотор магнит мотор магнит так и к нему идет значит блок питания вот он вот это 50 12 12 у него где то 4 вольта на мотор идет максимально вот у этого и так оно дает 12 4 вот 12 4 вольта так 50 ватт так мощность дальше идут провода с него на реле вот реле на фазу то есть реле ставим на фазу вот такое значит оно здесь вот так это неверно что то убрать то есть это сюда заходит провод сюда и отсюда выходит а здесь счетчик 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 и вот реле значит поставлю 0 1 10 и 0 6 10 так значит потребляет он 7 и 3 ватта если включить его напрямую без реле когда мы включаем его с реле он потребляет в 6 раз больше вот 6 раз меньше 7 и 3 разделим на 6 400 на 6 раз Marin и встреч Internet что нет это изменилась прерывали значит мы остановились на замерах значит 1.21 у него значит а на выходе 7.4 в течение 6 раз и 7 раз понимаете вы видели что лампочка выключалась на 0.60 секунды я специально вставлял а он работает как ни в чем не бывало почему он работает потому что обратные токи там возникают эти обратные токи и работают и крутит мотор в 60 секунд реактивный ток из-за того что обороты и там магнит у него постоянный возникает реактивный обратный ток который его питает 6 раз на той же скорости хотя он должен остановиться был и он при разгоне останавливаться сначала пока не разгонится а потом начинает уже крутиться получается видите какое кпд 7.4 вы видели он здесь показывал пусть рептилоиды не предъявляет умножаем на 7 раз 51 ватт получается на выходе но по времени немного длиннее понимаете потому что он работает только одну десятую секунды а еще 6 десятых секунды он работает сам в это время выходит ток то есть получается 51 и 8 ватта вот это хреновенько дает хреновенько дает вот но удлинение если удлинить время а так она 7 4 дает и в секунду так как работает 6 раз длиннее получается 51 и 8 ну на результат если судить и на результат получать 1 и 8 разделим на 1 21 и помножим на 100 кпд видите получается 4200 800 процентов то есть приближается вообще к беззатратному это понятно что с этих процентов можно всегда дать на на самозапит 1 и 2 вата выделить на самозапит без проблем с 51 проблем никаких не будет но это конечно понятно что это мощность она только как опытный образец это тоже всем понятно для того что запустить у меня большое это я говорил батарейки значит готовлю это для того чтобы лучше еще сделать надо закупить еще вот такой то есть чтобы еще была выше выше кпд закупить такой мотор на большой мощности с оборотами не менее 15-20 тысяч в минуту оборотов сколько на километре вот я вам могу сказать сколько за минуту он километр проходит если объем его длина вот этого там равна где то чтобы не соврать окружность длина окружности где то сантиметр вот и считайте один сантиметр он проходит значит в минуту 15 тысяч оборотов 15 тысяч сантиметров проходит минуту а в час и помножим на 60 видите какие скорости 900 тысяч километров вот на такой штуке можно лететь 900 тысяч километров в час это понятно что пассажир будет легкий какой нибудь муравей но тем не менее можно проехать посадить муравья поставить колеса и муравей проедет 90 900 тысяч километров за час на таком моторе видите как он дает 15 и как видели не снижаются обороты это было видно по этому самому по вольтметру вообще не снижается и также давалась нагрузка было видно не снижается в общем кпд системы 4280 процентов что обнадеживает